Добрый вечер, уважаемые слушатели. Приветствую вас на семинаре по плайн в 3D-анимации. Меня зовут Белова Ольга, менеджер по трудоустройству учебного центра «Специалисты». И сегодня наш гость Дмитрий Сокол, технический директор студии Mercator Animation. Дмитрий сегодня представит вам кейсы из отрасли анимационного производства и расскажет про профессии в этой сфере. И также поговорим о применении блендера и мая в 3D-анимации. Сегодня из первых уст мы узнаем, что такое поплайн, зачем он нужен, из каких этапов состоит поплайн в 3D-анимации и что и когда нужно делать как пошаговое руководство. Дмитрий, добрый день. Добрый вечер. Ольга, очень приятно. Пока мы собираемся, я расскажу пару слов про программу трудоустройства учебного центра «Специалисты» и далее продолжим с Дмитрием. Итак, нашему центру уже 30 лет, мы 30 лет учим людей. И за это время мы осознали, что важно наших выпускников поддерживать на этапе их карьерного продвижения. И для этого мы разработали такую программу содействия трудоустройству, которая может быть кому-то из вас покажется ее опцией интересными. Первое – это непосредственно навыки, которые мы даем на наших курсах. Они все практикоориентированы и их цель – именно научить вас определенному hard skill. Так как работодателям сейчас теоретическая подготовка не столь важна, как именно ваши умения и практика. Для тех, кто закончил курсы, правда, важно правильно себя подать на рынки труда, составить резюме, правильно подготовиться к собеседованию. Об этом все мы регулярно рассказываем на вебинаре «Успешный поиск работы и трудоустройства». Он для наших слушателей бесплатный, пожалуйста, записывайтесь. Можно записаться, перейдя по QR-коду, который вы видите на слайде. Также у нас есть бесплатные консультации индивидуальные, также QR-коды вы можете увидеть на экране. И регулярно мы проводим различные семинары, приглашая наших партнеров, работодателей, чтобы как-то дополнить ваше представление практическими кейсами и свежей информацией с рынка труда. Также у нас есть наши партнеры, которые регулярно нас учат своих сотрудников, довольны качеством образования и готовы видеть в своих рядах наших выпускников. Вакансии и стажировки мы размещаем в наших каналах. Пожалуйста, на любой канал подписывайтесь, который вам более удобен. Также вы получаете все эти новости в ваших рассылках почтовых, периодически их тоже просматривайте. Итак, перед тем, как я передам слово Дмитрию, я прошу поставить в чате, наверное, какой-то ваш уровень подготовки. Кто сегодня собрался. Если вы новичок совсем в 3D-анимации, еще практически только интересуетесь, но ничего не умеете, поставьте нолик. Так, если вы уже учитесь и какими-то навыками овладели единичку, и если уже какое-то время работаете, то двоечку. Чтобы мы как-то представляли, кто сегодня собрался у нас. Так, ну вот я вижу в чате, что есть кто только еще интересуется, а есть кто уже какие-то первые шаги делал, уже обучается. Отлично. Дмитрий, я вам передаю слово и вместе с этим права презентера, чтобы можно было демонстрировать экран. Да, спасибо, Ольга. Так, видно мой экран, да? Да, все в порядке. Если что, я вижу чатик. Продолжайте отвечать, если вы еще не ответили. Ну что, коллеги, давайте я подробнее вам расскажу о том, как выглядит, что такое вообще pipeline, как выглядит производство, анимация. И вы, наверное, обратили внимание, что к вам я обращаюсь тоже, коллеги, потому что все, кто учится, я по традиции обычно ко всем обращаюсь тоже. Вы, наши будущие коллеги, люди, которые войдут в эту индустрию, займут в ней определенное место и будут, я надеюсь и верю в это, производить достаточно интересный новый контент, вот, и при этом не забывать, что самое главное, когда вы приходите в эту индустрию, это сделать продукт или контент или, ну скажем, фильм, да, который был бы интересен для вас, как для зрителя и для всей остальной, для вашей будущей аудитории. Я не просто так начинаю всегда говорить именно с творческой стороны вопроса, потому что все производство или техпроцесса, а именно так примерно переводится слово английское pipeline, да, то есть если его перевести, ну, как бы по слогам, да, pipe это труба, line линия, да, трубная линия, на самом деле это техпроцесс, он непосредственно связан с тем, как и что вы, собственно, хотите показать на экране, да, то есть то, что вы хотите в конечном итоге реализовать, ту художественную задачу, которую вы хотите решить и тем самым показать на экране для вашего зрителя. На самом деле на первой картинке вот сейчас вы видите как раз ту часть этой истории маленькой, которую я сказал, это именно пунктик идеи, то есть то, с чего начинается, собственно, все производство, это на самом деле ваша идея и некая, ну, это именно в полном смысле идея фикс, некая история, которую вы прокладываете, с, скажем, вашими коллегами, или вы пишете ее самостоятельно как сценарист, или, например, пишете совместно с режиссером, да, эта история, у нее есть обязательные элементы, которые необходимы для того, чтобы потом эту историю представить на экране. На самом деле не любую историю, не любую последовательность картинок или просто образов на экране можно представить именно как визуальную историю, да. Нельзя забывать, что кинематограф и анимация, как частный случай кинематографа, это именно визуальное искусство, да, соответственно, история, которую вы показываете на экране, она тоже является визуальной, это именно история об образах и о том, что увидят зрители, как поймет эту историю. Соответственно, первый шаг после создания, после того, как посетил у вас идея фикс, это, естественно, написание сценария. Сценарий – это, на самом деле, технический формат, есть такой, я сильно в детали не буду вдаваться, скажу только, что сценарий, на самом деле, в отличие, например, от пьесы или от романа, это, по сути дела, документ, который себя представляет последовательность действий персонажей и того, что происходит на экране. И первым шагом после сценария это становится сториборд, то есть раскадровка. Примерно в этот момент в вашем производстве, в создании, в разработке вашей истории, на самом деле, pipeline состоит из четырех больших шагов. Раньше, и не только, ну, в принципе, когда появилась только первая анимация, и только когда началось развитие кинематографа, было принято, что было три основных шага, то есть как бы препродакшн, продакшн, то есть производство и постпродакшн. На самом деле сейчас к анимации, ну, и я, по крайней мере, так отделяю это, у меня появился или отпочковался четвертый этап, предварительный этап – это development, то есть разработка. Некий дополнительный этап, когда художественная идея ваша обретает смысл в виде некоторых образов, специально заточенных под вашу конкретную историю. И здесь же сразу вспоминаем, что у нас есть, например, ну, вы люди грамотно все через интернет общаетесь и пользуетесь. Наверняка встречали ряд инструментов, которые вам позволяют создать, например, в автоматизированном режиме персонажей, да, там какие-нибудь конструкторы и так далее. Сразу же становится понятно, что все эти конструкторы, они имеют определенный минус, потому что их разработчики, создатели этих конструкторов, они не учитывали какие-то свойства определенной истории, да, например, вашей непосредственно конкретной истории. В общем виде они подходят, да, для, скажем так, какого-то обобщенного случая. Но если вы делать хотите что-то действительно уникальное, то у вас и должны быть и уникальные персонажи, у вас должны быть уникальные образы. И их уникальность заключается не только в той истории, которую вы у нее закладываете, но и то, как они действуют на экране, как они двигаются, как они живут, каким характером они владеют и как с помощью них в конце концов эту историю рассказать. Четыре шага пайплайна, о которых я сейчас вам расскажу, и первый из них это сам девелопмент, как раз из себя представляет определенную такую цепочку кольцо. На самом деле здесь, если вы видите на экране, это именно линейная цепочка, на самом деле эта цепочка в рамках одного шага из четырех, она всегда перезапускается, потому что отдел, в данном случае здесь указано, отдел дизайна, отдел создания аниматиков, есть еще отдельный отдел под отдел, который называется отдел привиза, то есть это отдел, где создается ранее 3D образы, я вам сейчас это тоже покажу, не только в виде одной картинки, я покажу отдельные кадры и существующих проектов, как это выглядит примерно на экране у людей, которые это создают. На определенном этапе, например, вот этой начальной истории вам становится понятно, что персонаж по тем или иным причинам не может выполнять художественную задачу какого-то отдельного кадра. Я часто говорил сейчас о тексте, да, сколько на самом деле тех, с какого-то момента в вашей истории в пайплайне, а это именно тех, процесс, технический процесс производства, появляются первые цифры. Первые цифры появляются именно на этапе сценария. Например, есть такой общий сценарный формат, можете посмотреть, как он выглядит, крайне так называемая есть «Американка», да, на ее основе была сделана российская версия сценарного формата. В нем есть определенный секрет, да, каждая страница сценарий для кинематографа, для фильма, это одна минута фильма. Для анимации чуть покороче, примерно три четверти минуты, потому что анимация чуть плотнее, там больше энергии, она быстрее, как бы, ну, в принципе, само действие, которое происходит. И уже просто по объему вашего сценария вы можете понять, сколько у вас время будет идти ваш фильм, да, если он примерно на что-то не ориентир. С другой стороны, подходы в анимации, в сценарном мастерстве часто, наоборот, учитывают будущий тайминг фильма, то есть сценаристу ставят задачу, на полный метр, ты должен написать сценарий на полный метр, полный метр и стандарт, это час сорок, это сто минут, это означает средний сценарий полнометражного фильма, это сто страниц, да. Соответственно, по объему сценариев становится понятно, какой объем анимации должно быть, и дальше уже вступает в действие работы режиссера, я сейчас вам пример приведу, аниматика и раннего сториборда, который получается в результате работы режиссера, здесь можно будет даже услышать звуки, ну, вроде бы настроили, должно быть. Сейчас, секунду, давайте открою. Пример, как выглядит готовый сториборд и одновременно аниматик от режиссера. Сейчас, секунду. Давайте так откроем. По сути дела, это последовательность образа, последовательность картин, когда... Когда режиссер делает черновое звучание, иногда самостоятельно, иногда приглашая каких-то не сильно значимых актеров, скажем так, не те, кто будет выполнять финальное озвучание, а может быть, наоборот, может быть, те, кто будет выполнять финальное озвучание, они приходят, записывают черновой звук, соответственно, дальше из этого режиссер формирует вот такую цепочку. По сути дела, будущий мультик. По этому будущему мультику становится понятно, как выглядит будущий фильм, его тайминг, его внутреннее содержание, его история. Соответственно, что становится также понятно из вот этого аниматика? Из этого аниматика становится понятно объем будущей работы, сколько должно быть персонажей, в каких локациях это должно происходить, в принципе, объемы работают, да, то есть в данном случае, например, мы видим общий план, когда общий план перенесся на экран, да, и это некая локация, да, соответственно, в текущем виде, например, я могу показать, это следующий этап, ранил препродакшн, то есть там на самом деле вот эта граница между девелопментом и следующим этапом препродакшн немножко размыта, потому что, повторюсь, на каждом этапе нужно тестировать персонажей, нужно понимать, как будут они работать в кадре, как это происходит, создается, например, на определенном этапе лейаута, то есть давайте посмотрим еще раз на нашу картинку, да, после создания дизайна у нас первый шаг в препродакшн, вот как раз вот здесь, это лейаут, да, что такое лейаут? Лейаут – это будущая трехмерная сцена, сейчас я вам рассказываю именно о трехмерной анимации, хотя, в принципе, для 2D анимации это примерно точно так же, да, то есть начинается ранний сначала девелопмент, подготовка персонажей и черновые изки из окружения, лейаут – это, по сути дела, для 2D анимации будут первые черновые фаны, да, то есть когда садятся художники, начинают формировать. Соответственно, лейаут, отдел лейаута также отвечают за то, что он готовит для 3D анимации камеру, это многие лейаутисты, это специально отдельная профессия, это люди немножко режиссеры, они должны понимать режиссера и то, что они видят на экране, потому что режиссер, например, в аниматике, он обязательно оставляет какие-то пометки, например, вот по первому кадру должно быть видно, видите, вот здесь вот пан, напишем, да, то есть паранормирование сверху вниз для демонстрации общего плана, да, то есть грамотный лейаутист – это человек, который понимает, что такое композиция кадра, он понимает, что такое глубинная мизансцена, то есть взаимодействие и соотношение персонажей в кадре. Соответственно, лейаутист, с другой стороны, это еще и техническая профессия, потому что от лейаутистов сильно зависит то, как аниматоры смогут потом подхватить эту задачу, да. Лейаут и чуть более поздний этап, который я сейчас тоже опишу, риг – это, скажем так, две фундаментальные профессии в принципе в 3D-анимации, от которых зависит затем успешность вообще в принципе проекта, да, если лейутисты и ригеры схалтурили, да, то аниматоры не смогут выполнить свою главную задачу, а самый большой объем работы вообще на анимационном фильме – это именно анимация, естественно, да. Если у нас начинается пробуксовка в таких важных элементах технических, как лейаут и риг, то у нас и есть пробуксовки в производстве. Кроме того, ну здесь это именно цепочка выстроена, эта картинка на самом деле, повторюсь, это происходит тоже параллельно, ригинг, здесь указан последним этапом, на самом деле это этап начинается еще на девелтменте, когда персонажи не просто выставляются и рисуются в кадре, они делают трехмерные образы, делают трехмерные модели, и возникает определенная необходимость их потестировать, как они будут в принципе в движении, не забываем, что анимация – это именно движение, соответственно, нужен сначала так называемый черновой риг, еще по-другому называют черновой сетап. Сетап и риг – это по сути дела скелет со специальными контролами, то есть специальными элементами управления, которые позволяют управлять персонажем более простым. Вы можете себя представить как персонажа, вы понимаете, что у каждого человека есть скелет, но если вы вспомните, какое количество мышц в вашем теле, и какое огромное количество нервных окончаний, которые дергают каждую отдельную мышцу, вы примерно понимаете объем и сложность для того, чтобы сделать анимацию, то есть чтобы заставить человека двинуть рукой или просто указать пальцем на какой-то объект, это довольно непросто. Точно так же и персонаж – это сложная система, которая учитывает деформации, учитывает объем, вес персонажа. Часто это бывает большой проблемой, учитывая то, во что одет персонаж и то, какие эмоции он должен отыгрывать. Я вам могу показать сейчас продакшн персонажа, например, уже в действующем лейауте, это из другого проекта, который мы делаем. Допустим, в данном случае это отрывок анимации, близкой по сложности к тому, что вы видели мультик, таких как Frozen или, допустим, Холодное сердце, или подобный Тексаровским. Персонаж здесь из себя представляет уже готовый объект трехмерный, у которого как раз и есть, вы видите, она вся обвешана вот такими вот кубиками, контролами. Это и есть RIG, то есть, по сути дела, специальная система, которая позволяет управлять персонажем. Я когда, будучи, выполняя роль лейутиста, выставляю изначально персонажа в будущем лейауте, вы видите, да, здесь это и есть как раз черновой лейаут. Почему он черновой, его еще называют прокси-лейаут, это определенный шаг к продакшн-лейауту. Это лейаут, в котором все домики просто намечены, к примеру, да, вы видите, они здесь просто кубиками, так называемые сервы. Сейчас, простите, обратите внимание, есть вопросы. Запись, скорее всего, да, запись будет. Если будут вопросы, вы обязательно пишите в чатик, я постараюсь реагировать и отвечать. Соответственно, продакшн-лейаут, в отличие от чернового, почему нужен черновой? Потому что, когда лейутист работает и общается с режиссером, они выстраивают будущее место действия, они должны понимать, как выглядит это место действия, как оно будет в дальнейшем освещаться, какие, наконец, художественные задачи будут решены именно в этом пространстве. И финально, когда лейаут перестает быть черновым, выглядит чистовым, я покажу здесь тоже проекты, это текущий суперрайли, наш лейаут. Как вы видите, здесь уже расставлена трасса, где наши персонажи будут действовать, расставлены все объекты. Как видите, это важно. Трасса двигается очень быстро, то есть у меня нет задержек. Вы же понимаете, да, это трехмерная сцена, и в таком виде примерно она попадает затем к аниматору. Соответственно, лейутист изначально выставляет подготовленный ригером персонаж в сцену, в правильное место, опираясь на аниматик, выставляет настроенную камеру, обязательно здесь есть камера, у нее есть собственный риг, есть собственные контролы, выставляет в глубину кадра другие параметры, и затем передает это в работу в анимацию. Параллельно с ним, если мы посмотрим на картинку, на раннем этапе этой работы, параллельно с ними уточняется и детализируется работа с моделью. Это отдельные профессии моделлер и отдельные профессии художник по текстурам, еще называют текстурщик. Что такое модель? Модель – это, по сути дела, трехмерный персонаж, это отдельная художественная работа, грамотный моделлер очень ценится на производстве, это человек, который не просто умеет сделать какую-то модель и знает приемы технических моделирований или знает хорошо какую-то программу, это человек, который умеет попадать в художественный образ. Лучший из лучших – это именно моделлеры персонажей, люди, которые по эскизам, а эскиз, будучи двухмерной картинкой, все равно не может точно передать то, каким будет персонаж, все равно приходится искать объем, искать общее видение персонажа. А персонажи – это самое ценное в кадре. Вспоминаем, что вначале я вам сказал, что идея вашего фильма – это персонажи-история. Соответственно, следующий важный, не менее важный профессионал на производстве – это текстурщик, художник по текстурам, это человек, который… Иногда это совмещенная профессия, опытные моделлеры умеют и текстурить свои модели, это люди, которые формируют еще и цветной и световой образ персонажа, то, как он будет выглядеть на экране. Отдельно здесь указан еще отдел R&D, это Research and Development, переводится, это исследования и разработки. На самом деле на всех студиях, в том числе и у нас, есть отделы, состоящие из одного, двух, трех специалистов, которые занимаются разработкой и подготовкой инструментария. Несмотря на то, что многие коммерческие софты, коммерческие проекты, включая Maya, включая Blender, которые вы здесь показываете, они, в общем-то, имеют огромное количество необходимых инструментов для работы на производстве, часто бывает этого недостаточно, потому что, в первую очередь, они рассчитаны на работу, условно говоря, одного человека. То есть не забывайте, что на производстве параллельно работают многие, много людей. То есть одна и та же модель может быть одновременно быть у текстурщика, она может быть при этом одновременно быть у ригера, то есть для нее параллельно строится скелет, для нее параллельно рисуются текстуры, и одновременно с ней также играются лоиутисты. То есть они пытаются заставлять в кадре, пытаются понять, как будет отрабатывать этот персонаж. И чтобы это взаимодействие между людьми не вызывало технических проблем, вы сами понимаете, что файл не может быть один. Это несколько файлов, которые хранятся в определенной структуре. Нужны специальные люди на производстве, в том числе программисты, в том числе люди, которые пишут... На языках я могу перечислить, какие. Чаще всего это язык Python. Очень ценятся люди, которые любят 3D, понимают 3D и умеют быстро писать на Python. То есть многие софты поддерживают плагины, в том числе встроенные, и на студии отдела R&D как раз и реализуют эти задачи. То есть он дополняет весь инструментарий, который сейчас есть в софте, еще и плюс инструментами для поддержки производства, взаимодействия отделов и так далее. Кроме того, тот же самый программист, часто бывает, например, Рик, напоминаю, что вот такой персонаж, особенно, допустим, даже не на производстве, хотя, в принципе, на производстве вот такого сериала, как у нас в Super Rally, да, и, казалось бы, простенькая машинка, на самом деле ничего подобного. К примеру, вот у данного персонажа есть какая сложность, и где может потребоваться отдел R&D. У него вот эти колесики, вот здесь это видно едва ли, но если их отодвинуть в сторону, мы видим здесь трубка. На самом деле трубка, это в концепте, это молния, молния, которая должна держать вот это вот колесо, и этот персонаж, он сам у себя, вы видите, он даже здесь у меня в кадре светится, да, у нем есть шейдинг. Это отдельная тема, я сейчас расскажу. Так вот, эта молния, она должна правильным образом отрабатываться, она должна быть видна у аниматора, потому что аниматор должен понимать, что он видит и как он будет с этим работать. И это невозможно сделать просто инструментами RIGO. Это должны быть специальные инструменты, которые создают фактически эту молнию. Причем эта молния, она должна быть в нескольких вариантах. Вариант именно для производства, то есть для аниматора, повторюсь, для аниматора очень важно, чтобы его сцена открывалась быстро, она должна летать. Он должен чувствовать реал-тайм, естественно, потому что он отвечает за темп в кадре, за художественную задачу в кадре персонажей, да, персонажи у нас как актеры, с которыми мы больше всех бегаем, напоминаю. Соответственно, и должен быть вариант, который позволит также протестировать на более поздних этапах, когда персонаж уже оказывается на этапе рендера. Мы об этом еще поговорим. Либо, если это персонаж, например, вот такого уровня, да, казалось бы, тоже, да, ну, ничего сложного скелета, обычный человек, но на самом деле, если вы внимательно посмотрите, в данном персонаже своей сложности, у нее есть огромный плащ, у нее там развивающаяся юбка, огроменная шляпа и так далее. Все эти элементы должны быть подготовлены специальными инструментами тоже для аниматоров, да, аниматор, он не должен с ума сойти, как он должен управлять этим плащом, да. Вспоминаем, что ткань, она развивается на метро. Если некоторые из вас смотрели когда-нибудь или интересовались компьютерной графикой, вы наверняка видели какие-нибудь брекдауны, как в некоторых фильмах создают симуляции, когда там одежда, это да, это есть непосредственно этот этап симуляции, мы об этом тоже поговорим, но до симуляции, до того, как ваша ткань заработает в кадре, ее нужно для этого подготовить, и часто бывает так, что ткань играет художественную задачу, как в данном случае, да, то есть персонаж, ну, не в этом кадре, а в некоторых других, может схватить этот плащ и им там спрятать лицо, да, или, например, как-то его использовать, или вспоминаем Бэтмена, да, прекрасный пример, когда Бэтмена, Бэтмена использовал свой плащ как крылья, это задача, задача непростая, и инструментами, которые есть сейчас в существующем, в софте неважно, какого производителя, да, с нуля из коробки этого не сделать, должны быть люди, которые эти инструменты доработают, доделают. Соответственно, отдел R&D, это люди, в первую очередь, программисты, как я уже сказал, это питон, да, есть, собственно, встроенные языки тоже, но это реже используется, там, например, если это Maya, это Mel, так называемый язык, люди, которые пишут эти инструменты для более поздних этапов производства, для анимации. Примерно про Pre-Production рассказал, давайте сейчас еще посмотрим, что у нас дальше. После того, как у нас подготовлены лейауты, после того, как наши персонажи прошли approve, а часто бывает так, что вот здесь вот, видите, такая смешная картинка, где у нас персонаж горит, да, мы еще поговорим сейчас про VFX, и там, где он анимируется. Часто бывает так, что невозможно в одном персонаже реализовать все возможные варианты взаимодействия. Такое тоже бывает, и подготовленный персонаж бывает не один, бывает несколько версий специально, например, какой-то, его версии, то персонажа специально для того, чтобы его можно было поджигать, его можно было сделать, да, вот именно какую-то симуляцию. На этапе анимации на самом деле ничего сложного, и грамотный аниматор – это человек, который постоянно практикуется, да. Я вот, перечисляя профессии, всегда стараюсь упоминать вам, что должен знать человек или на что нужно ориентироваться, если выбираете, например, одну из этих профессий. Как я уже сказал, допустим, если лаутист – это немножко режиссер, который должен понимать, что такое композиция в кадре. Моделлер – иметь художественное образование желательно, да, уметь рисовать текстурщик, да. Риггер – это человек, который хорошо понимает объемы движения и устройства, а главное – хорошо понимает софт, в котором он работает, да, R&D – это программист. То аниматор – это человек, который умеет владеть, естественно, этим же софтом, этой программой, но еще он умеет хорошо вниматься, и человек именно новый, потому что здесь есть один нюанс в этой профессии. Даже Джон, аниматор – это человек, ну, давайте так, после школы сразу вам нужно примерно самостоятельно будет попрактиковаться хотя бы 2-3 месяца. Это must have, вне зависимости от того, какое у вас было образование, вне зависимости, какой у вас уровень, поэтому общая рекомендация для всех будущих аниматоров – это практиковаться самостоятельно и постоянно. Средний, middle или senior аниматор – это люди, которые от 2 лет и более работают в анимации. Почему это так важно? Потому что аниматор отвечает не только за образ, он отвечает за характер персонажа, особенно если это сложный персонаж, у него есть определенные отыгрыши в кадре, у него есть определенные эмоции и так далее. Это невозможно выучить или, скажем, делать по учебнику, по определенным правилам. Это нужно просто видеть. Вот примерно как художник оттачивает свои этапы и свой художественный уровень, постоянно практикуясь в рисовании, точно так же аниматор постоянно практикуется и ищет новые-новые способы самовыражения, самореализации. Но когда вы достигаете определенного уровня в анимации, у вас даже появляется такая возможность повлиять в каком-то смысле и на решение режиссера, что-то ему предложить новое и даже поучаствовать в художественном образе. Я, к сожалению, сейчас не помню имя, но я смотрел довольно давно, но был такой наглядный пример. Один из аниматоров, который работал, есть такой мультик «Ральф», может быть, смотрели, наверное, один из аниматоров тогда рассказывал, что вот эта сцена, там есть такой момент, где главный герой «Ральф», он кулаками разбивает там кирпичи, там у него типа место, где он живет, и он ложится там как в постель в эти кирпичи, да, и разбитые, и себя именно кровает как идеал. И там был такой жест у него, когда он берет у него что-то неудобное, он из-за спины доставит один из кирпичей, который и кидает на себя сверху. Вот этот жест появился только благодаря аниматору, который предложил режиссеру такое решение. Многие аниматоры – это еще немножко актеры. То есть если вы работаете на производстве, на многих средних и крупных студиях есть отдельные комнаты для отыгрыша. То есть вы ставите камеру и начинаете отыгрывать какую-то художественную задачу для конкретного кадра и затем себя создавать, этого персонажа. Вот. Здесь я еще такую дополнительную задачу решаю. Я пытаюсь вас заинтересовать какими-то интересными моментами, которые есть в каждой профессии. На самом деле, способы собственного самовыражения, потому что вы, конечно, понимаете, что я начал с того, что вы рассказываете свою собственную историю. На самом деле, да, когда вы приходите молодыми специалистами, вы, естественно, будете работать на уже готовом производстве и рассказывать чужую историю. Но это не значит, что вы должны рассказывать ее плохо. Это способ, наоборот, рассказать ее хорошо и рассказать ее именно вашим языком. То, чего вы научились за все это время, какой опыт вы набрали. То есть у вас всегда будет возможность производства его предложить и предъявить. Соответственно, дальше у нас, давайте посмотрим нашу картинку. На этапе производства, здесь анимации, хотя он занимает один из четырех этих этапов, на самом деле это три четверти всей сложности. Аниматоров, как я уже сказал, должно быть много, и среди них должны быть желательно на студии опытные, нужные люди. В оставшиеся условные четверть здесь также, как вы видите, вышел рендер. Если кто-то из вас интересовался ранее производством, то, наверное, вы скажете, ну почему рендер, если еще идет производство? Наверное, как вы слышали термин постпродакшн, то есть то, что происходит после производства. На самом деле рендер мы получаем еще на этапе производства, чтобы понимать, что в конце концов мы получим ту картинку, которую задумал режиссер. Мы реализуем ту художественную задачу, которая стояла изначально. И для этих целей есть этап как раз девелопмент. На этапе девелопмента, например, опять же, открывая персонажа, который у нас готовится для производства, увидите, что он уже светится. Это не просто так, это ранний этап будущего рендера, то есть когда на персонаже появляются материалы. Есть отдельные профессии, здесь у меня на картинке она не была указана, но просто эта профессия идет как часть какой-то еще. Есть так называемый шейдер-артист. Дело в том, что шейдер-артист, он как самостоятельный специалист, редко такое бывает на производстве, чаще всего он совмещает в себе, допустим, это рендер-артист и шейдер-артист, там лайтер-артист и шейдер-артист. То есть шейдер-артист – это человек, который создает материалы для будущего персонажа. То есть то, не просто как он выглядит в цвете, а то, какая у него фактура, как его поверхность, этого персонажа или этого объекта реагирует на свет. Поэтому этот человек в идеале, это человек, который закрывает сразу две-три позиции. Он понимает, что такое свет, как работает свет в кадре. Он тоже должен знать законы композиции, он должен понимать законы цвета света. И это человек, который часто закрывает еще и рендер-техническую часть. То есть он может в том числе и работать части в отделе R&D. То есть если посмотреть на предыдущий этап производства, то R&D у нас был ранний девелопмент. То есть когда мы готовили инструментарий для всего остального производства, да, это у нас рендер-этап. Вот этап R&D. На самом деле многие R&D-специалисты, они потом вырастают до шейдер-артистов. Да, конечно, естественно. У нас используется Substance Pinter. И я вам скажу так, что сейчас в Blender часто стали вкладывать. И сейчас, собственно, можно напрямую материал переносить в Blender. То есть там многие крупные производители сейчас стали вкладываться в Blender Community, конкретно в Blender Institute, который занимается разработкой под управлением Тона Розентали. И сейчас есть прямой плагин, который позволяет переносить. Непосредственно на текущем проекте мы пока этими средствами не пользуемся, потому что нам достаточно так называемый PBR-шейдинг. Я не знаю, знаете ли вы этот термин или нет. Да, 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 присоединились. Совсем недавно как раз присоединился Adobe и Apple, это правда. Обращу также ремаркой внимание, что на этапе производства часто бывает, что и нужны, например, игровые движки. Единственный минус, и сразу вам честно скажу, как это выглядит на производстве реально. Часто вы наверняка сейчас слышали в интернете такую тему, что ну давайте возьмем какой-нибудь Unreal или Unity и на нем сделаем мультик. Это благая идея, прекрасная задача, но говорю вам как технический специалист, что на настоящем большом производстве, если вы хотите действительно включить, интегрировать, это так называется, интегрировать pipeline с игровым движком. Сразу говорю, вам нужен к каждым двум-трем аниматорам одного-двух специалистов R&D отдела, потому что взаимодействие анимаций в самом софте, который для этого предназначен, гораздо проще. Анимировать в движке тяжело, это либо вы садитесь и делаете для этого инструментарий, либо вы садитесь или сажаете специалистов, которые у вас занимаются переносом вашей анимации, подготовкой для рендера. По сути дела, нагрузка ложится на отдел R&D, на специалистов. Смотрите, интересный вопрос по поводу готовых вариантов модели. Чаще всего нет. Я объясню почему. Потому что на многих стоках, хотя это может упростить, на многих стоках модели редко бывает готовы сразу для пайплайна. Им нужна определенная допилка. То есть их нужно проверить с точки зрения серпи, с точки зрения подготовленности текстур, с точки зрения развертки и вообще, в принципе, как модель выглядит в каждом. Не забывайте, что это художественно общая задача. Чаще всего найти удачную модель тяжелее, чем сделать ее с нуля. Но для текущего проекта, например, вот для этого, мы купили вот этот вот конкретно замок, который вы видите здесь на экране. Он относится к одному из китов. Киты – это кит, это набор, грубо говоря. То есть это не кит в смысле животное, а кит – латинское слово, английское. Это набор домиков, которые нам подошли по художественной задаче. Конкретно вот это вот здесь, вот прокси-объект, вот это полностью у нас, наша задумка, это делает у нас модель. Но часть города мы взяли уже готово. Он нам подошел художественно. У него подходящие материалы, и мы были готовы купить. Повторюсь, это скорее исключение, чем правило. Если ваш проект подразумевает, допустим, как я уже изначально сказал, у вас есть какие-то конструкторы, вы берете, например, недавно вышел конструктор MetaHuman людей, вы понимаете, как эти люди выглядят на экране. Это фоторил. Соответственно, все элементы, которые есть сейчас на рынке и в конкретном, допустим, инструментарии, это чаще всего тоже рассчитано либо под фоторил, либо совсем уже под что-то очень художественное. То есть если вы решаете какую-то собственную задачу, чаще бывает проще сделать с нуля. Надеюсь, что ответил на ваш вопрос максимально полный. Да, идем дальше. Значит, еще раз давайте откроем картиночку, окинем взглядом в то, что у нас остались какие-то этапы. Да, VFX, свет и рендер. Свет и рендера я коснулся вскользь. Уже сказал примерно, что такое рендер. Это, по сути дела, тот визуальный образ, который задумал режиссер или режиссер-сценарист. Это, например, один человек в одном лице. А свет – это лайт-артист, человек, который реализовал эту задачу с точки зрения цвета, света, движения в кадре и так далее. Естественно, возникает такое красивое слово VFX. Ну, все смотрели марвеловские фильмы, смотрели разрушающиеся города и супергероев, которые это все, кажется, делает на самом деле VFX. Нет, на самом деле это тоже отдельное производство, такое маленькое производство внутри производства. То есть подготовка VFX – это сложнейшая задача, на самом деле связанная, в первую очередь, какие специалисты нам нужны. Специалисты, которые хорошо понимают симуляции физики. Кстати говоря, я часто бываю студентом, на первых занятиях ставлю такую очень смешную задачу, я заставляю их вспоминать хотя бы школьную программу физики. О, боже мой, пришел рисовать, да, тебя заставляют считать, вспоминать, что такое нормаль, что такое, там, не знаю, объем, форма и так далее. На самом деле это все важно, потому что грамотный VFX-специалист, человек, который хорошо понимает спецэффекты, это грамотный, в первую очередь, математик. То есть человек, который знает, как, используя, в общем-то, математический аппарат программы, сразу могу вспомнить, Гудини, наверняка, слышали такой пакет, да, пакет для симуляции и создания динамики. В основном весь этот пакет на процентов, давайте так, 90 заточен на чистую математику и довольно сложную, то есть любые ДМИ, там, формы какие-то, вот эти взрывы и так далее, это все в своей голове VFX-специалист сразу представляет в форме математических зависимостей, взаимодействия материалов. То есть хороший VFX-специалист, кстати, как говоря, как и шейдер-артист, это люди, которые понимают физику процесса. Шейдер-грамотный артист, почему он еще и свет и лает? Это физика процесса света. То, что я сказал до этого, с вами общался, когда спросили здесь про Substant Pinter, я сказал PBR, это термин Physical Base Rendering, то есть рендеринг, основанный на физических допущениях, то есть физически корректный свет, соответственно, специалисты по рендеру, свету, VFX – это люди, которые знают хорошо физику и математику. Несмотря на то, что, повторюсь, еще раз, я с самого начала об этом говорил, что в определенный момент в пайплайне, в производстве нужны люди, которые занимаются художественной задачей, во многом нужны люди, которые понимают еще и математику и какие-то физические законы. Причем, если мы вспоминаем, допустим, казалось бы, простейшую сцену какую-то, ну, какой-нибудь Монстр, часто мне доводилось такие задачи решать. У меня, например, на производстве одного из проектов, я работал супервайзером фильма «Гости», это такой был там у нас фильм ужасов, и, например, была чисто художественная задача у режиссера, там монстры, которые жили в стенах здания и себя проявляли как некая такая жидкость, такая густая, черная, которая в нужный момент вырастала во что-то страшное, стандарты индустрии фильмов ужасов. И режиссер тогда очень-очень наставил на то, чтобы вот эта именно черная жидкость, чтобы она была живая. И у нас это было настоящей сложной головной болью, потому что как перенести желание режиссера на, в общем-то, физические процессы жидкости? У нее есть форма, у нее есть содержание, нажимаемое, нежимаемое, она как-то взаимодействует с окружающими предметами и так далее, и так далее. По секрету скажу, на самом деле, мульта такая есть там, получилась такая своеобразная. Мы закончили в одном из кадров, долго бились, никак не получалось одну каплю этой жидкости, чтобы она упала на пол. И когда уже дедлайн по конкретному шату был, мне один из композер-артистов присылает вариант этого шата. Я уже так, без особой надежды, мы намучились с симуляцией, у нас с ней получалось в одном кадре. И он мне присылает, смотри, вот что получилось, я ему отправляю, режиссеру в смысле, на посмотри, он говорит, о, то, что нужно. Я пишу композеру, как ты добился? Он говорит, ну, я настолько устал, он говорит, пошел на кухню, выключил свет, поставил камеру, взял мед и медом это самое, в темноте снял, короче, на фоне светлого окна. Вот такое тоже бывает. Идем дальше. Соответственно, VFX-еры, они делятся там на несколько подкатегорий, это специалисты, которые занимаются отдельной симуляцией жидкости, отдельной симуляцией ткани, отдельной симуляцией волос. Отдельно хочу сказать, что есть так называемые грум-специалисты. Это люди, которые умеют укладывать прически персонажам. Это сложная задача, потому что, ну, в кадре здесь не видно, если показать, вот здесь тоже персонаж. На самом деле, вот эта барышня, у нее очень сложная коса, у нее там, видно, здесь просто мешаем это сделано, то есть геометрия. На самом деле, это почти фоторильные волосы, уложить это не так просто. Должен быть и художественный вкус, и понимание технических деталей. И следующий шаг, это VFX-специалисты, которые заранее, еще на этапе препродакшена, параллельно выстраивают собственный пайплайн, думают о том, как им работать конкретно с этими волосами, с этой одеждой, и с, скажем, какими-то дополнительными спецэффектами, разрушения и так далее. То есть, на этапе препродакшена, повторюсь еще раз, на этапе раннего девелопинта, еще на этапе сториборда, дизайна, и чуть позже, на этапе Рига, все эти специалисты совместно взаимодействуют и решают, как будет, что необходимо для конкретного персонажа для того, чтобы реализовать какую-то художественную задачу. Вы сразу, наверное, чувствуете, да, я часто говорю, взаимодействуют с собой, да, действительно, многие профессии в производстве подразумевают общение с большим количеством людей, да, вы не можете просто как бы что-то делать, да, ну, ряд, часто бывает ряд специалистов, которые себя так окукливаются, и им это позволяет, то есть, это концепт-артист, ну, он может концепт рисовать, взаимодействовать только с режиссером, да, но более поздние этапы взаимодействия, в том числе, и аниматоры тоже, они должны взаимодействовать с лави-артистами, они должны взаимодействовать с режиссером и так далее, да, Определенное есть свойство этих профессий – это постоянное взаимодействие с другими отделами. Понимание, в принципе, производства в целом. Что идет за вами, что вам предшествует. Давайте так, если уж вопросы-ответы, если параллельно хотите какие-то уточнения, то спрашивайте. Если у вас есть вопросы по этому этапу, то я тоже могу ответить. А мы переходим. В какой программе показывалась презентация в 3D, сколько программ для начала надо знать. Значит, смотрите, ребят. Сейчас это 3D у меня в Blender. Компания Mercator на данный момент первый сезон делала в мае. Сейчас мы пришли в Blender, потому что Blender решает большинство задач, которые есть в мае. А в мае, ну, давайте я так скажу. Есть такое понятие, как Legacy Code. Legacy – это означает устаревший. То есть часто бывают сами концепции того, как строится программное обеспечение, они тоже меняются. Мы с вами внезапно живем в 21 веке. И принципы построения, в том числе программных продуктов, инструментов, которые создаются для, в том числе, анимации. Огромную работу, вы знаете, проделывает в этом поле компания Pixar. И ребята из Pixar, например, одно из последних их нововведений, в принципе, вообще нововведений в индустрии было УСД. Это универсальный формат взаимодействия вообще кросс-программный. То есть когда каждый программный пакет, используя УСД, может взаимодействовать прозрачно со всеми остальными. И выбирая Blender, отказываясь от Maya, мы просто сделали выбор в пользу оптимизации пайплайна, оптимизации скорости и так далее. На самом деле на рынке стало появляться большое количество специалистов по анимации именно в Blender. Отдельно хочу сказать про гейм-индустрию. В гейм-индустрии Blender уже давно и очень прочно занимает свои позиции. Поэтому аниматоры и моделеры в Blender находят там моментально работу. И по секрету скажу, что там зарплата чуть повыше, даже чем в анимации. Вот, соответственно, занимайтесь переносом игровой сжиги, как продуктивнее всего припарковаться и развиваться аниматором самоучки. Значит, смотрите, давайте по порядку. Мы не занимаемся переносом, потому что нам хватает возможности, которые предоставляет сейчас Blender. Это Viewport, то есть то, что вы видите на экране, называется Viewport, то есть трехмерное представление сцены. В мае оно было менее развитое, в Blender я в реал-тайме практически сейчас вижу почти готовый шейдинг. То есть у меня сейчас полновесные 4К текстуры на этом персонаже. Причем на нем до 20 текстур, в принципе, да, 4К. И я могу вот сейчас вот включить при вас, отключить так называемый Simplify. Это мулька Blender, который позволяет, вы видите, да, вот сейчас у меня уже production-сетка. Он у меня гладенький, я по-прежнему кручу камеру и вижу, как он у меня выглядит. Здесь еще нет света, но это не проблема. Свет можно включить даже вот так вот здесь вот покрутить. Освещение, оно уже, в принципе, поработает. Видно, да, вот. То есть для нас задача переноса в игровые движки не стоит, понимаете, да? Но внутри студии, Mercator, у нас есть ряд проектов. Наши партнеры и субподрядчики, часть нашей анимации, которую мы делали, делают на игровых движках. То есть такое взаимодействие у нас происходит. И я знаю некоторые соседние студии, не буду называть названия. Многие делают свои проекты, сейчас пробуют тоже, в том числе, используя движков. Повторюсь еще раз, сложность движков в том, что по-прежнему нужна адаптация. В блендере, поскольку он является уже анимационным софтом, адаптация не нужна ни шейдинга, ни анимации. Как продуктивнее всего практиковаться, развиваться аниматором с молочкой? Как и художнику. Берете персонажи, готовые персонажи под конкретную вашу программу, под Maya, под блендер, можно скачать бесплатно в интернете. Обучающие версии тоже, да? То есть у Maya есть обучающие, а версия у блендера, он, в принципе, бесплатный. Да, вы скачали, установили. После того, как у вас есть персонаж и его рик, вы берете примеры анимации, которые вы хотите реализовать и учитесь. Практикуетесь каждый день хотя бы по часу, как художники. Другого варианта нет. В идеале совмещать с обучением прямо на студии. Ну, имеется в виду, если вы уже пришли на работу, да? То есть вы на студии, вас сразу в большой проект не позовут, да? Вас могут взять, например, как у нас, да? Мы готовы брать юниор-аниматоров, да? Потому что вы видите, наши персонажи несложные, да? Тут меньше отыгрышей, меньше сложных художественных задач, да? Но параллельно работая на юниор-проекте, вот на таком, вы персонажа скачиваете, например, какого-то более серьезного, да? Например, я встречал есть Джудет из Зверополиса, да? Готовая ее реплика в мае, скачали и начинаете для себя что-то делать. Сейчас по программам, значит, аниматор, кстати, сейчас еще один короткая ремарка для аниматора. Скажу, анимировать можете во всем, чем угодно. На самом деле никакой разницы нет. После того, как вы изучили анимацию в Блендере, вы за там 2-3 дня пересаживаетесь в мае, там, ну, условные клавиатурные комбинации там немного отличаются, а остальное для вас будет то же самое, потому что это как и рисунок. Рисовать можно вообще в принципе в пайенте, да? Но рисовать можно и каракуля, а можно очень неплохо. Соответственно, практика, практика, аниматор только практикуется. Какие программы нужны конкретно моделеру? Моделить можете во всем, чем душе угодно, потому что моделеры, это, наверное, самое простое, ну, не с точки зрения, я не хочу обижать, моделям, не с точки зрения профессии, а с точки зрения адаптации к пайплайну. Моделеры можно делать в ZBrush, можно делать в Blender. Вы выдаете результат в универсальном формате. Все равно на более поздних этапах ребята, которые готовят риги, готовят персонажи для анимации, для объекта для анимации, они все равно под пайплайновый софт, то, на чем построена сама студия, они все равно будут делать конвертацию, да? То есть моделить можно во многих программах, которые вам удобны. Мог бы я сравнить, но это отдельная большая тема, в чем и сравнить. Скажу, что ZBrush более удобен для фоторильных персонажей, я скажу так. Если вы задались целью, у меня, например, есть ребята, которые многие годы работают, знакомые, которые многие работают в индустрии, многие годы, они ставят себе задачу делать фоторильных персонажей, и для них Blender мало. Не потому, что там нет инструментов, просто с точки зрения даже каких-то внутренних привычек, потому что тут скорее как придется. Но по производительности Blender сейчас не слабее ZBrush. В ZBrush есть много дополнительных элементов, появилось, есть просто еще этапы моделинга и, скажем так, профили моделинга. То есть есть такое понятие, как hard surface modeling, то есть моделирование твердотельных поверхностей, есть soft modeling, то есть моделирование мягких, в данном случае имеется в виду персонажей и всего подобного. Есть моделирование окружения, моделирование пропсов, это разные тоже профессии, там свои нюансы есть. И в ZBrush сейчас, я так ZBrush называю, в ZBrush сейчас появилось много дополнительных элементов, которые относятся именно к полимоделингу, отчасти относятся к моделированию hard surface modeling и так далее. Опять же, на ваше усмотрение. Если вы хороший ZBrush специалист, добро пожаловать, если вы блестящий модель в Blender, ради бога. Есть отдельный этап еще, ретопология так называемая. Для тех, кто не знает, ретопология – это этап моделинга, когда модель из художественного образа, есть такое понятие, как скульптинг, то есть когда модель строится еще, как ее рисуют кисточкой, а есть этап, когда она готовится для производства. Вот этот этап называется как раз перенос модели. Слово вылетело из головы. Соответственно, при подготовке к производству есть инструментарий, частично в ZBrush, который может автоматизировать этот процесс. Но опять же, для персонажей, например, в чистом виде для производства это не подходит, потому что ретопология, то есть изменение топологии, изменение секты, она в автоматическом режиме, допустим, для пропсов каких-то, то есть имеется в виду для элементов окружения, это подойдет для персонажей, нет, потому что персонажи все уникальны, если это нормальное производство. После завершения обучения еще будет возможность с вами связаться, портфель потихонечку собирается. Да, пожалуйста, конечно. Контакты я могу оставить в этот чатик, написать контакты студии. Мы взаимодействуем как? У нас есть e-mail, вы пишете, допустим, письмо в любом свободном форме содержания, выкладываете куда-то на облако ваши работы, пишите в названии, кем бы вы хотели быть, моделлер, ригер и все прочие профессии, которые я далее указал, и мы дальше отвечаем вам. Какие требования к джунам-аниматорам и как подготовить портфолио? Значит, к джунам требования усидчивость, это потому что придется много учиться, нужно готовиться к тому, что джуны – это люди, которые вообще в принципе на производстве, которые часто готовятся, их все остальные учат, грубо говоря, то есть вы мало что понимаете, что происходит, да, и вам придется быть готовым к тому, что первая ваша работа 2-3-4 раза придется переделывать. Вот, это главное требование, то есть должно хватить характера продолжать работать. А подготовить портфолио – ряд роликов, которые делаете в удобном для вас софте, показываете то, на что вы способны, делаете сценки анимационные, там самые простые начинают с шарика и берете персонажа какого-нибудь, показываете. Так, мы, чтобы не выбиться из регламента, у нас, напоминаю, регламент 45 минут, я сейчас еще на вопросы поотвечаю, но чуть вперед продвинемся по тому, что я рассказываю. Давайте, у меня есть еще один слайд. Пост-продакшн – это завершающий этап производства, когда у нас фильм готовится, то есть сели, отработали свою часть аниматоры, и готовые картинки, последовательные из кадров отдельно, теперь требуют того, чтобы их подготовить для финального показа зрителю. В том числе, иногда, я по секрету скажу, спрятать какие-нибудь ошибки, или что-то подправить, то, что дороже исправлять на более ранних этапах. Бывает и такое. Например, ярчайший пример, даже я бы сказал, 2005 год, фильм «Инкредиблс», русский вариант «Суперсемейка». Тогда все модели в «Суперсемейке» делались такой методикой, которая сейчас потихоньку устаревает, но еще пока актуальна, в части моделинга, ну, в смоделировании были сделаны персонажи, и у компании Pixar, которая занималась производством, были проблемы с тем, что они, вот эти персонажи, часто бывали в проникновении, так называемой проникашке. Кстати, это вопрос от Джунама, еще усидчиваясь в том, что когда аниматор, он должен сведеть, чтобы руки не провалились сквозь руки, вот это все нужно отслеживать. Так вот, объем материала был настолько огромный, что в итоге многие проникашки такие, то есть когда персонаж кладет руку на пояс, у него рука проваливается под пояс, она убиралась на более позднем этапе, на композинге. Что это такое? Композинг-артисты – это люди, которые занимаются так называемым сведением изображения. То есть на самом деле, если посмотреть на персонажа и на кадр, который есть, он из себя представляет набор цветов. На самом деле под капотом у этого персонажа большое количество слоев. Как у него выглядит каждый отдельный слой, видно на тех кадрах, которые показывают. Это так называемые слои изображения, которые отвечают за определенные моменты построения будущего изображения. То есть на отдельном слое есть тени, например, на отдельном слое есть цвета, на отдельном слое есть подповерхностное рассеяние так называемое, то есть для эффекта, фактуры кожи и так далее. Все эти слои, а персонаж на рендере и вся остальная сцена попадает именно по слоям. Часто бывают дополнительные слои, чтобы упростить работу, в том числе и в фиксеров, это отдельный слой, то есть на отдельном слое какие-нибудь эффекты партиклов и так далее попадают. Или же делают отдельный слой, когда все остальное окружение, вот оно все черное здесь становится, его выводят в отдельный слой для того, чтобы затем его как-то исправить. И затем все эти слои как раз и сводят в композинг артист. Что необходимо знать композинг артисту? Композинг артист – это программа NUKE, Adobe After Effects, Fusion. Это люди, которые хорошо понимают техническую часть работы с цветом, это важно, и техническую часть работы с программами, вообще с пайплайном именно по слоям. Но еще отдельная тема композинга есть. Если вы работаете, допустим, на постпродакшене большого фильма, там есть профессии так называемой ротоскопера, например, или трекинг артиста – это люди, которые делают маски, да? Часто бывает необходимость убрать что-то из кадра, а на более поздних этапах, повторюсь, это дороже, дольше и сложнее, да? Например, мы хотим вот эти волосы убрать, и так получилось, что они сюда попали, да? Садится ротоскоп артист, который с чашкой кофе и бесконечным терпением в течение там нескольких суток делает маски надвижущегося персонажа, да? Это отдельная такая профессия. И определенный склад характера. Я вот, например, на ротоскоп никак, мне терпения не хватает. Соответственно, трекинг артиста – это люди, которые получают готовый материал фильма, вспоминаю всякие блокбастеры, да? Когда люди ходят на фоне зеленого экрана, только мечтается, что на самом деле зеленый экран так легко и быстро прокиивается. Это так называемый процесс удаления зеленого экрана, фона. Ничего подобного. Но часто бывает огромное количество ошибок, садятся, опять же, те же ротоскоп артисты, композеры, которые эти ошибки убирают. И есть трекинг артисты, которые реконструируют трехмерную сцену по тому видео, которое они видят на экране, да? То есть, грубо говоря, актеры отыграют в какой-то локации, и для того, чтобы ее лучше поставить, ее взаимодействие с трехмерной сценой, эта сцена реконструируется частично в 3D. Это все относится к композу, да? Плюс еще вы видите 2D, здесь указано, как я уже сказал, параллельная работа 2D вейфиксеров и движения, да? То есть, это как раз те самые случаи, когда элементы с композа, вейфиксеры какие-то отсебятины добавляют, дымы какие-то, элементы партиклов, те же самые молнии на персонажах, которые я указывал, да? И затем, более поздний, это действительно уже отдельный этап, это именно этап цветокоррекции, то есть этап, когда ваш персонаж проводится финальной доводкой и сведением общего изображения. На цветокоррекции специалисты, это чаще всего программа DaVinci, иногда в том же самом Нюки делают, иногда в авторе цветокоррекцию делают. Это люди, которые, в принципе, прекрасно образованы с художественной точки зрения и знают свойства цвета, как он работает в кадре. Это непосредственно тоже работа с режиссером. И если вы в чистом виде любой мультик, который попробовать даже самостоятельно сделать, выложите в одну единую историю какую-то монтажную, да, то есть берете их вместе, вы увидите, что ваш мультик, он такой, как новогодняя елка, то есть у вас постоянно прыгают цвета, меняется цвет, это нормально, потому что, повторюсь, до этого этапа все остальные люди работают с отдельными кадрами, да, и сейчас эти кадры нужно свести в некое единое целое. Для этого, для цветокорректора, почему он должен знать техническую сторону цвета, потому что ему материал выгоняется в специальном формате, где весь цвет, который записан, это не просто RGB, как вы привыкли на мониторе экрана, видите, а цвет, который имеет дополнительные разрядности для того, чтобы восстановить или, наоборот, его убавить, прибавить и так далее. Там тоже бывает небольшая работа с масками, но чаще всего с точки зрения токодоводки часто, могу, например, обратить ваше внимание, что делает цветокорректор, и вы это видели, скорее всего, если обращаю внимание, а когда будете работать в индустрии, у вас появится это, вы чаще будете это замечать. Вы видели, что иногда в пиццарских мультиках у персонажей светятся глаза, оживляются, да, на самом деле это делается на цветокоррекции, делается масочка на глаза, да, чуть-чуть высветляется эта зона, чтобы персонаж казался ближе нам, более естественным. Соответственно, финал – это так называемый мастеринг, когда уже под ваше изображение, под всю анимацию, когда закончился рендер, выгоняется мастер-копия, и под нее подкладывается звук, то есть садится звукорежиссер вместе с композитором, выкладывает все эти дорожки вместе, и мы получаем мастер-копию фильма, да, мы получаем некий финал, да. На этапе, кстати, анимации, звук, который есть, он в чистом виде, да, в минуту здесь один момент укажу, как выглядит, да, например, персонаж у вас есть, вот здесь слышно, да, отыгрывает персонаж, соответственно, дальше проходит несколько этапов, и на финале мы видим, давайте открою эту картинку, в финале, наконец, мы видим что-то подобное. Да, по сути дела уже сведенные изображения со всеми этапами, со всеми убранными косяками, ошибками, и финальное изображение. Это называется, так называемая, мастер-копия. Так, значит, здесь вопросы, я вижу, закончились. Я так понимаю, что мы достигли регламента. Если у вас есть вопросы, у меня, в принципе, 5 минут есть, я могу ответить. Да, если что, передаю слово Ольге. Дмитрий, спасибо вам большое за интереснейший рассказ. Обожаемые слушатели, я вам предлагаю сейчас воспользоваться последними минутками, чтобы задать вопрос, пока я еще скажу такую организационную часть, и, может быть, попрошу вас, Дмитрий, написать свои контакты тогда в чате, чтобы можно было списаться и подготовить слайдик с контактами, чтобы те, кто посмотрит записи, тоже могли их посмотреть. А нашим слушателям я напоминаю, что в учебном центре «Специалист» вы можете пройти программу подготовки «Специалист по анимации» на Autodesk Maya, пройти обучение по этой комплексной программе и получить все необходимые знания и навыки для успешной профессиональной работы по созданию анимации. Ссылочку я отправила в чат, также можно по QR-коду перейти на описание данной программы. Также у нас есть курс по моделированию персонажей в Blender. Это базовый курс, продолжение его мы ждем в начале 22-го, уже можно записываться на базовый. Этот курс идеально подойдет для начинающих 3D-моделлеров, которые выбрали для себя Blender, и также желающих перейти в Blender из других 3D-пакетов, Maya, 3D Max и Brush. И для людей, которые хотели бы развиваться в сфере геймдева и освоить азы профессии 3D-аниматора. Да, у нас, я извиняюсь, Ольга, был один короткий вопрос по поводу 3D-макса. Да, можно делать анимацию в 3D-максе. Больше всего, сразу скажу, 3D-макса у нас в игровой индустрии. У меня был, например, один из ранних проектов, где, в принципе, постпродакшн для фильма даже делался. Насчет мультипликации, все-таки это больше Maya и Blender. Это я вам так скажу. У меня все, Ольга, передаю вам слово. Да, если есть возможность на слайде, вот я вам права презентера передала, показать для тех, кто на записи будет смотреть ваши контакты. Было бы хорошо. Так, микрофон отключился. Секунду, да. У меня просто официально слайды нет, я в чате вскинул. Ну, давайте я прям, давайте я так покажу, я не знаю, будет так видно, нет. Я предлагаю писать по адресу вакансии собачка-манимейшн.ру или инфо собачка-манимейшн.ру. Отдельно слайдик я могу вам прислать отдельно картинкой позже, после того, как мы завершим. Ну, в любом случае, в наших каналах с вакансиями есть ваши контакты в вашей муниционной студии. Пожалуйста, кто будет смотреть записи, переходите. Все требования к вакансиям описаны. Дмитрий, если можно, пару слов про стажировки, которые сейчас у вас есть. Стажировки, вакансии. Да, у нас сейчас открыто несколько, да, я сейчас расскажу коротко. У нас сейчас открыто несколько вакансий на стажировку у нас, как и на всем производстве. Мы в первую очередь сажаем, если человек мало что еще знает, но у него есть какой-то опыт в обучении, он приходит к нам лейаут-артистам, да, это такое открывающиеся двери в работу над анимацией. Соответственно, вы готовите лейауты, да, то есть вы работаете в лейаут-отделе. Таких вакансий у нас не очень много, у нас примерно 3 человека есть еще возможность взять. Вот, соответственно, мы также, в принципе, готовы брать джунов и миддл-аниматоров, да, соответственно, таких вакансий примерно 3-4 человека. Вот, примерно так. Ольга? Спасибо, спасибо большое, вопросов больше не вижу, давайте тогда будем заканчивать. Спасибо огромное за уделенное время, будем рады видеть вас в учебном центре, специалисты на наших вебинарах, спасибо, что откликнулись и провели такой интереснейший экскурс. Вам спасибо за приглашение, обязательно поучаствую. Уважаемые слушатели, со всеми прощаюсь, до новых встреч в учебном центре специалистов. Всем спасибо, до свидания. — Мы вместе вместе с вами встретимся в своем методе. Спасибо. — Спасибо. — Уважаемые слушатели. clear — —